Саслан, приветствую тебя. Давай для начала, наверное, про подготовку, потому что застал тебя после тренировки. Вот я так понимаю, что уже активная фаза подготовки к бою против Папина началась? Да, подготовка проходит вполне так, как мы хотим. Все, входим в форму, набираем, все нормально. Сейчас уже этап основной подготовки у нас уже начался, поэтому все нормально, готовимся. А сколько тренировок сейчас проводишь в неделю там, если не секрет? В день две тренировки стабильно, два раза в день занимаемся, утром и вечером. Выходных сколько? В субботу, в воскресенье, выходной, но в субботу тоже такая тренировка, там баня, тоже день отдыха, можем утром пробежку сделать, да, такую легкую прогулочку. Ну и все, баня и воскресенье, восстановительный день. То есть полностью, да, отдых? Да. Ну уже привык к такому режиму, вот вообще, насколько к этому бою ты готовишься может быть серьезнее, чем к остальным, потому что я знаю, ты говорил, что это самый, наверное, сложный бой в карьере тебя ждет? Ну, на каждом, я каждым боем, да, можно сказать, становлюсь лучше и лучше. Хочу показать еще лучше, да, лучший бокс, на что я способен больше проявить себя и быть еще лучше в форме, да. Поэтому готовлюсь еще больше, еще лучше, лучше наладился режим и все остальное. Поэтому, я думаю, буду в хороших кондициях. Ну, то есть ощущаешь, что прямо сейчас прогресс лучше, чем, например, в какие-то предыдущие годы, может быть, даже? Ну, считаю, что да. И более много моментов осознал, уже чуть больше боев провел, да, и спарринги, и спарринг-партнеры хорошие, поэтому есть с кем готовиться. Думаю, к бою подойдем уже в идеальной форме, без страха. Вот насчет организации хотел поговорить о этого боя, да. Много было фейс-то-фейсов, много разговоров по поводу вашего боя. Сначала говорили об этом на Правда-боксинг, потом на Хардкоре, потом на бой Папина против Белью. Ты вышел в ринг, вы провели фейс-то-фейс. Вот только сейчас официально бой анонсирован на 28 октября. Почему так долго это затягивалось? Были ли какие-то сложности, может быть, с организацией? Ну, не могу так сказать, почему были сложности. Мы-то были готовы, да, главное, мы ждали, какая организация это сможет устроить. Думали, были на Хардкоре бою, или там однажды в ринге, и вот, не знаю, может, планы финансово не могли этот бой организовать. Может, эти нюансы были у каких-то организаций, не знаю. Сейчас, что, об этом говорить, бой организовали, уже есть дата, и деремся в организации однажды в ринге. Ну, вот как раз про организацию однажды в ринге. Какое впечатление она пока оставляет? Вполне хорошее, они прогрессируют, устраивают хорошие бои. Знаю, что даже сейчас, 30 сентября, Гасси удерется. Это уже говорит о чем-то, да, что организация может устраивать уже громкие поединки, да. И в октябре наш бой с Папиным тоже из громких боев, да, за последнее время. Поэтому организация дает о себе знать. Хорошая организация. Ну, я сам по сей день являюсь бойцом хардкора, да. Для меня на данный момент я, ну, хардкор сейчас, наверное, лучше считать, считаю. Ну, вот как раз про хардкор хотел спросить, потому что я знаю, что не всегда лиги любят отпускать бойцов там драться в других промоушенах, выступать. Был какой-то разговор прям конкретный с Анатолием Сульяновым или, может быть, с кем-то из руководителей хардкора по поводу этого боя, то есть, без проблем отпустили? Ну, без проблем, ничего, у меня же проблем нет ни с кем, что меня куда-то отпускать. Разрешение же не спрашиваю. Все нормально, мы у нас с Толей хорошие отношения, мы друг друга там слышим, видим, понимаем. Мы можем без контракта на честном слове договориться, обсудить. Поэтому Толя тоже все нюансы понял, я обозначил свои моменты, да, по поводу боя, по поводу поединка, то, что состоится, Толя услышал, понял, не было никаких проблем, недопониманий, все нормально, двигаемся дальше. Ты сказал, упомянул финансовую сторону, да, то, что до этого организации, возможно, не могли удовлетворить твои финансовые запросы и запросы Алексея. Однажды в ринге, насколько в этом плане, скажем так, сделала хорошее достойное предложение? Я не думаю, что в хардкор-туре, ну, не смог бы сделать это предложение, просто не знаю. Однажды в ринге организация сделала такое предложение, на которое я, скорее всего, не смог отказаться, да, обозначить его не буду. Поэтому, и, возможно, можно на ней опередили. И, ну, есть свои внутренние моменты, которые мы там уже обсуждали, говорили, почему не на хардкоре, а именно на организации, однажды в ринге. Поэтому все нормально, нет никаких недопониманий. Вот теперь хотел уже по сопернику с тобой поговорить. Алексей Папин в одном из своих интервью сказал то, что ты сильный оппонент, хороший боксер. Вот что можешь о нем сказать, как о спортсмене? То же самое. Хороший спортсмен, хороший боксер. Вот при этом, когда его попросили выделить какие-то сильные стороны твои, он сказал, что ты в целом сильный боксер. А вот какую-то отдельную там твою фишку, вот нельзя назвать вау, то есть нет какой-то стороны, которая там у тебя вот выделяется и впечатляет. А вот как ты считаешь, у него есть какая-то сильная сторона вот отдельная? В общем и целом он тоже хороший спортсмен, хороший боксер. Не могу выделить каких-то моментов. Системы хорошие в чем-то, да. Кто-то быстрее, кто-то сильнее. В ринг покажет все. Смотрим. То, как готовился, то, на что способен. Выйстим уже в ринг. Я думаю, что ни для кого не секрет, то, что многие считают тебя не фаворитом все-таки в этом бою. Во всех предыдущих, практически во всех своих поединках ты выходил вроде в роли явного фаворита, по мнению там болельщиков, да? Всегда с Димой Кудряшовым тоже я был андердогом. Ну, то есть это... Ну, то есть это... То есть Асбара впечатлил. То есть, грубо говоря, если ты фаворит, ты выигрываешь. Вроде бы так и должно быть. А здесь, может быть, есть шанс какой-то произвести вау-эффект вот этот. Ну, у меня никто, ни это, никак не, знаешь, ничем не андердоге или там фаворит. Я на эти моменты вообще не смотрю. У меня цель быть и выиграть. Поэтому там все от Всевышнего. Поэтому будем готовиться, выйдем в хорошей форме, покажем, на что мы способны. Если сравнивать вот двух твоих, наверное, самых сильных оппонентов в карьере, это Алексей Папин и Дмитрий Кудряшов, кого бы ты назвал сильнее из них? Не только Дмитрий Кудряшов, но имеется в виду только из них двоих, кто сильнее. Да, вот из них двоих кого бы ты назвал сильнее? Более, может быть, универсально. Нет, это однозначно. С Папиной будет бой посложнее, Папин посильнее, получше будет Кудряшова. И я настраиваюсь более, ну, лучше, чем на Кудряшова. И знаю, что это будет посложнее, чем в Сигиме. Алексей Папин в одном из своих интервью сказал то, что ваш бой будет интересен еще и как противостояние славянина и кавказца для зрителей в том числе. И типа оно всегда имеет место быть. И публику такие бои всегда подогревают еще сильнее. Как ты считаешь, это так для зрителей? Знаешь, это такая тонкая грань, да, в мире спорта и всего в общем целом. Что такие моменты касаются, ну, нельзя этот спорт разделять на национальность, кавказец и славянин, да. Для меня нету разницы, с кем я буду драться. Там я дрался и с дагестанцами, и с иностранцами, и там с другими, да, на национальность. Я не знаю, может, Папин так именно как-то настраивается на оппонентов, да. Не знаю, может, у него такой подход, да, свой. Для меня нету такого. Я сам родом из Дагестана, да, из маленькой республики. Да, я люблю свою родину, да, я там родился. Ну, в данный момент я живу в Москве, и я люблю Москву. Для меня это одно из лучших городов, да, в которых я живу. И я здесь и дружу, и с русскими, и с лавянами, и там с другими национальностями, да. Поэтому такая тонкая грань, ее нельзя пересекать. И тем более в спорте бокс за сильную Россию, да, поэтому... Чуть по-другому смотрю на эти моменты. Ну, то есть, я так понимаю, для тебя нет вот этой вот этнической разницы в спорте. То есть, есть спортсмен один, и спортсмен второй, они просто вот между собой решают, грубо говоря, кто сильнее. Ну, конечно, это же бокс, да, бокс, и, ну, знаешь, такой момент, я не знаю. Для каждого спортсмена это все по-своему, да. Может, Папин так именно настраивается. Не знаю, может, у него какие-то моменты, там, славянный, кавказский, может, у него свои какие-то личные моменты. Я не знаю, у него спросите. А так у меня ничего нету. Еще по поводу Папина, я помню, там, даже когда собирались, там, да, что... По поводу мечети, да, когда здесь, я не знаю, и он там в первых рядах, чтобы мечети построили. И такие моменты, знаешь, разделение нации, да, там, славяне, там, кавказцы, мусульмане, христиане, да, там, я уважаю христиан. И для меня нету разделения нации, да, тем более мы живем в одной стране, здесь многонациональная страна, поэтому это такие, чуть опасные моменты. Мы, наоборот, должны быть сплоченными, да. Должен, наоборот, друг друга объединять. Это спорт, это чуть другая история, поэтому, ну, для меня это такая тема, да, поэтому это такая тонкая игра, которую не надо нарушать и ни Папину, ни мне, ни другим основным. Тем более наше время, да, которое сейчас происходит, поэтому не разделяйте на нации, будьте сплоченными, и все будет четко. Ну, вот, а среди болельщиков, да, вот, например, если смотреть на поддержку Алексея Папина, в прошлом бою, там, русская трибуна, по-моему, называется, да, вот, это движение «Северный человек», которое его поддерживает тоже. Насколько считаешь это прикольным, как многие говорят, потому что ты, по-моему, был на том ивенте, и ты сказал, что атмосфера была неплохой. То есть, Камил Гаджиев, например, тоже говорит, что эти парни создают атмосферу. Вот, когда болеют именно за своих внутри нашей страны, то есть, да, там, вот, у дагестанцев своя поддержка, у чеченцев своя поддержка, у тувинцев своя, там, вот, у русских своя. То есть, это делает интереснее единоборство внутри? Атмосферу, может быть? Само собой, конечно, это атмосфера, это поддержка, это атмосфера в зале, который, да, там, заводит публику, заводит, там, бойцов. Это имеет место быть, да, он там также собирает публику своих, там, свою поддержку, ну, это его мотивирует, да. Не знаю, и сами, и у меня будет своя публика, мои фанаты, мои болельщики, мои друзья, они будут также там болеть, ну, там, тоже такой же момент, там же не будет, там, славяне и кавказцы. Я считаю, этого не должно быть, поэтому покажем хороший бокс, и все, да, что сейчас скажем. Алексей Папин заявил в одном из интервью, то, что он считает себя сильнее все-таки в этом противостоянии, вот есть, что ответить ему на это? Дай Бог ему здоровья, если что ему ответить еще. Каждый так считает. Я тоже считаю, что сильнее и лучше. Ну, молодец, если он уже так считает, уже хорошо. Самое главное, чтобы до ринга дошел, там мы уже вышли, кто сильный. Ты сегодня затронул уже бой Мурата Гасиева против Оттовалина. Вот есть какие-то мысли по поводу предстоящего боя, насколько серьезный оппонент у Мурата, на твой взгляд, в этот раз? Говорят, да, я тоже сам не смотрел бои оппонента Гасиева, да. Ну, говорят, хороший, да, это, ну, последний бой у него был в 2019 году, как я помню. Это тоже был долгий застой. Ну, надеемся на победу Гасиева, да, хороший боксер. Ничего не могу сказать по поводу оппонента сейчас, в каком он форме и в каких кондициях он выйдет против Гасиева. Поэтому я не хочу гадать, пожелаю удачи Гасиеву. Все. Субтитры сделал DimaTorzok